Здравствуйте, с вами я, Сид Рот. Добро пожаловать в мой мир, где все естественное сверхъестественно. Было время, когда моя сегодняшняя гостья абсолютно не ценила себя. Сейчас я объясню, почему. Она резала себе вены и за свою жизнь успела побывать резьбиянкой, ведьмой и наркозависимой. Часто жизнь бывает тяжела. Она даже пыталась покончить с собой. Но сегодня она верует в Иисуса и полностью освободилась от своих демонов. Но когда она поет песни или проповедует, с людей сверхъестественным образом спадают цепи и оковы. Это пророческие песни. Она знает, как вам освободиться от того, что вас гнетет, освободиться навсегда. А вы хотите узнать, как это сделать? Существует ли сверхъестественное измерение? Мир за пределами того, что мы знаем? Можем ли мы прикоснуться к древним тайнам сверхъестественного? Могут ли наши сны содержать какие-то послания с небес? Правда ли, что Бог готов принести на Землю волну исцеления? Сид Рот провел более 40 лет, исследуя странный мир сверхъестественного. Присоединяйтесь к Сиду в этом выпуске программы «Это сверхъестественное». Моя гостья имеет одну страсть. Она мечтает о том, чтобы вы встретились с Богом и ощутили Его. И это нормально. Это не какая-то религия. Дженни, давайте обратимся к среде, в которой вы выросли. Ведь ваши родители были наркозависимыми. Ваш отец был дилером. Именно так они и познакомились с вашей матерью. Когда ваша мать рожала вас, это были тяжелые роды, потому что она тоже была наркозависимой женщиной. Но вот что интересно, ваша мать, наверное, все-таки ощущала какую-то ответственность за вас, ведь вы ее ребенок. Она хотела помочь вам. Она хотела убедиться, что Бог существует. И что же она сделала в тот момент? Она воззвала к Богу. По радио как раз играла песня группы «Карт Пентерс». Там были такие слова «Почему? Откуда ни возьмись, вдруг появляются птицы». Она услышала эту песню и воззвала к Господу. Она сказала «Боже, если ты существуешь, дай мне знак». И тут она услышала, как на окне запела птица. Именно это и был знак того, что Бог существует. В тот же момент она ощутила Бога. У нее окончилась ломка. Я родилась здоровой. С каждым разом ломки у нее становилось все слабее и слабее. И, наконец, исчезли все симптомы. И знаете что? Мать Дженни – очень сильная женщина. Ее отец не был верующим, но через какое-то время и он уверовал. Но давление со стороны мира было довольно сильным. Им пришлось развестись. Когда Дженни было всего лишь 13 лет, а потом у вас начались проблемы в школе. Над вами издевались из-за того, в какой семье вы росли. В неполной. К чему же это в итоге привело? Наверняка у вас были какие-то срывы. Я начала резать себе вены. Я изрезала себе всю руку. Я думала, что так моя душевная боль утихнет. А позднее я занялась колдовством. Как-то мы с подругами посмотрели один фильм про ведьм. Он был очень популярен в то время. Мне захотелось стать такой же, как его героиня. Поэтому я занялась колдовством. Мы собирались с другими девочками и произносили разные заклинания. Пусть Даниэла и Тони уйдут из нашей школы. Колдовство открыло передо мной другие ложные пути. Я начала экспериментировать с наркотиками. Когда в моей жизни появились наркотики, моя жизнь лишилась всякой логики. Я жила где-то в другом мире. Я вела себя как ненормальная. Меня отчислили из школы, меня выгнали из дома. Мне пришлось жить на улице. Мне было всего 17. Внутри меня была пустота. И я пыталась заполнить ее, став лесбиянкой. А затем история повторилась. Дженни вышла замуж. Ее мужем стал наркодилер. Вы подсели на наркотики. И ваш муж тоже был наркоманом. И вот у вас должна была родиться дочь. Казалось бы, что вашу дочь ждет та же жизнь, какая была до этого и у вас. Ведь Дженни, как и ее мать, тогда была наркозависимой девушкой. Расскажите нам, что же произошло? Какие прекрасные перемены случились? Когда я забеременела, я все еще принимала наркотики. Я понимала, что мне нужно перестать это делать, потому что мне нужно было родить ребенка. Но моя зависимость от наркотиков была очень сильной. Бесы на тот момент слишком сильно завладели моей жизнью. Мои поступки были абсолютно нелогичны. Я никак не могла бросить. Перед рождением к дочери я вызвала Господа. А как именно вы вызвали к Нему? Вы тихо попросили Его о помощи? Шептали молитвы? Нет, я буквально изо всех сил возопила о помощи. А можете показать нам, как примерно это выглядело? Боже, помоги мне. После паузы вы узнаете, как именно Бог ответил Дженни. У божьего сверхъестественного нет границ. Теперь нет границ, и у вашей возможности получить свой прорыв когда угодно и где угодно. ISN онлайн сеть программы «Это сверхъестественно» предлагает круглосуточный прямой эфир программ на вашем мобильном устройстве или смарт-телевизоре. Я могу смотреть мои любимые телепрограммы в любое удобное время. У меня необычные тренировки, а также и мой подкаст на ISN. Загрузите бесплатное приложение уже сегодня. Мы скоро вернемся. Это сверхъестественно. Я не хочу, чтобы Дженни лишилась голоса, поэтому не буду ее больше просить показывать, как она взывала к Богу о помощи. Дженни, расскажите, что произошло после. Я просто ощутила Божий мир. Я не видела никакого света, не было никаких вспышек. Я просто ощутила мир. И тут я вспомнила, что Бог являлся мне и раньше. Я знала, что Он существует. Даже когда я была ведьмой, я читала заклинания, в которых я проклинала Бога. Но я все еще знала, что Он существует. И еще я знала, что Он может меня спасти. Через несколько дней после того, как меня вытащили из моей зависимости, я попала в пренатальный центр. Меня заставили есть, потому что я пять дней ничего не ела. В тот день в мою жизнь вошел Бог. А как насчет вашей дочери и ее здоровья? Как она сегодня? Она родилась без всякой зависимости. Бог действительно помог мне. Сколько ей сейчас? Ей уже девять. Она тоже служит Богу и даже делает пророчества. Со временем ваша жизнь наладилась. Вы перестали быть лесбиянкой, покончили с наркотиками, больше не занимались колдовством, но все не могли полностью. Освободиться. И вот однажды вы попали на одну встречу, на этой встрече спасались люди. А ведь так? Да. Расскажите об этой встрече. Меня пригласили на эту встречу. Я сидела в том зале, люди вокруг молились. Женщина, ведущая встречу, что-то говорила. А я сидела там и думала, мне не надо ни от чего освобождаться. Я и так спасена. Я обрела спасение несколько лет назад. Я ходила в церковь. И знаете, я считала, что мне не нужно спасения. И от всех проклятий. Я стояла на стороне с другими женщинами. И тут ко мне подошла другая женщина, которая вела встречу, и сказала, Дженни, то, что я тебе скажу, может тебя напугать. Но, пожалуйста, просто доверься мне. Такое настораживает. Да, действительно. Затем она посмотрела мне прямо в глаза и сказала, «Во имя Иисуса я вижу тебя. Выйди из нее». Я посмотрела на нее как на больную. Я подумала, что вообще происходит. Я люблю Господа, я люблю Иисуса. Что же это такое? Через 15 минут мне стало совсем не в моготу находиться там, и я решила, что мне лучше уйти. Но эта женщина достала Библию и возложила ее мне на голову. Она начала молиться в духе. А я начала буквально рычать на нее. И тут я потеряла сознание. Меня подхватили два мужчины, которые стояли рядом. Я оказалась на полу и начала царапать себе руки, как делала это, когда была подростком. На самом деле я освобождалась. До этого я совершала только поверхностные поступки. Все это время во мне сидел злой дух. Он пустил во мне корни отрицания, покинутости, ненависти и гнева. И эти корни все еще были во мне. А знаете, в Писании сказано, «Семь прощаются грехи многие, кто возлюбил много». Я наблюдал за тем, как вы служили Богу. Расскажите нам, что в этот момент происходит внутри вас. Лично мне кажется, что вы служите Богу всеми фибрами души. Но так кажется мне. Расскажите, что происходит с вами на самом деле. Когда я начинаю служить Богу, мне кажется, что все вокруг исчезает, и остаемся лишь мы с Иисусом. В такие моменты я могу видеть Иисуса внутри себя. Все, что я говорю и пою, идет из самого сердца. Бог — это мой отец. Он очень сильно любит меня, и поэтому мои песни всегда полны восхищения. Вспомните женщину с салавастровым сосудом. Она наплевала на все запреты и ограничения. Ее вообще не должно было быть там. Но она так отчаянно нуждалась в Иисусе, что пришла к Нему и омыла всех миром. Она плакала и рвала на себе волосы. Она омыла его ноги. Люди смотрели на нее, но никто из них не сказал, «Как это замечательно!» Вместо этого они говорили, «Она не должна этого делать, она не должна быть здесь». Но Иисус сказал, сказано, будет в память ее и о том, что она сделала. Именно это и делают те, кто служит Богу. Вот что мы делаем перед Господом. Мы можем преобразить обстоятельства, тяжелые ситуации и даже жизни сверхъестественна. Знаете, ведь большинство людей не умеет петь. У многих нет хорошего голоса или нет слуха. Но вы утверждаете, что можете научить любого тому, что делаете сами. Это так? А вы учите людей перемещаться в то тайное место, куда умеете перемещаться вы. Именно там вы находите свой секрет, находите победу и все остальное. Так и есть. Каждый верующий призван служить Богу. Мы были призваны и сотворены, чтобы служить Господу. Когда вы начинаете это ощущать, вы начинаете рыдать, падать ниц перед Богом и поклоняться Ему. Вы полностью посвящаете свое сердце Господу. И в этот момент Он является и вам, где бы вы ни были. Уж поверьте мне, я все это пережила сама. Служение Богу преображает вашу жизнь, потому что тогда вам является Бог. Когда мы вернемся после паузы, мы расскажем вам об очень важных вещах, которыми Бог поделился с Дженни. Благодаря им у вас может быть такая же близость с Богом, как и у Дженни. А еще мы вместе с вами послужим Богу. Вы когда-нибудь чувствовали себя таким нелюбимым, что вам не хотелось жить, и вы думали, что без вас мир будет лучше? Но вот в чем правда. Есть Тот, Кто любит вас очень сильно. Еще до сотворения человечества, Он знал о вас все и приготовил для вас обильные благословения. Он видел все ваши слезы, радовался с вами во все радостные моменты в вашей жизни. Он наблюдает за вами с утра до ночи. Он ваш самый большой поклонник. Он сформировал вас в утробе матери. Он усыновил вас в свою семью еще до сотворения мира. Он заботился о вас от самого рождения. Он говорит, что вы дивно сотворены. Его мысли о вас больше, чем песка в море. Он сказал, если родители откажутся от вас, Он всегда вас примет. Даже если ваша мать забудет о вас, Он никогда вас не забудет. Он будет для вас настоящим отцом. Он избрал вас, чтобы вы были частью Его семьи. Он обещает, что вы можете положиться на Его любовь к вам. Его любовь совершенна. Он никогда вас не покинет. А если вы приблизитесь к Нему, Он обещает, что приблизится к вам. Мы хотели бы больше рассказать вам о Нем. Пройдите по ссылке, и вы получите бесплатную купью книги «Они подумали о себе». Заходите на наш сайт уже сегодня. У Божьего сверхъестественного нет границ. Теперь нет границ, и у вашей возможности получить свой прорыв, когда угодно и где угодно. ISN — онлайн-сеть, это сверхъестественно. Теперь доступна для ваших мобильных устройств и смарт-телевизоров. Люди с восторгом смотрят наши программы о чудесах. Теперь и вы тоже сможете пережить такое же прикосновение от Бога. «Присоединяйтесь к нам!» ISN — это записи наших программ 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. На вашем мобильном устройстве и смарт-телевизоре. Смотрите наши спецвыпуски с всемирно известными учителями. Выбирайте из десятков впечатляющих эпизодов. Загрузите приложение бесплатно. Расписание передач по телевизору рассчитано на наших родителей. С приложением ISN я смотрю их по своему расписанию. Приготовьтесь получить свой прорыв, свое исцеление и свое чудо. Загрузите приложение ISN сегодня. Было время, когда Дженни абсолютно не ценила себя. Она была настолько испорчена, что пустилась буквально во все тяжкие. Ей ничто не помогало, ничто не могло заполнить пустоту у нее внутри, но она утверждает, что когда она поняла две истины, о которых мы сейчас поговорим, ваша жизнь изменится, как когда-то изменилась и ее. Больше в вашей жизни не будет никаких американских горок. Вас не будет швырять то вверх, то вниз. Дженни, откройте же нам эти истины. Я дочь величайшего царя. Я знаю, что я истинно служу Богу. Каждый Божий день я иду по миру с победой. Туда, куда я прихожу, происходят знамения и чудеса, потому что Дух Божий живет во мне. Именно такая я. Я дочь царя, и его дочери ни о чем не просят. Мы просто получаем то, что приготовил нам наш отец. Его сыновьям тоже не нужно просить о помощи. Они тоже получают то, что им приготовил их отец. Именно так я считаю, и вы тоже можете начать в это верить. У меня есть к вам еще один вопрос. В вашей жизни были и взлеты, и падения. Очень много падений. Но сейчас в вашей жизни постоянно происходят прорывы. Как нашим зрителям добиться таких же прорывов? Моя тайна — это тайное место. Чтобы в вашей жизни постоянно происходили прорывы, вам необходимо тайное место, где вы сможете каждый день общаться с Господом. Именно так вы и сможете преобразить свой разум. Вы должны читать Слово Божье, петь его и служить Богу. И тогда вы сможете его ощутить, и у вас будут постоянно происходить прорывы. Ведь теперь вы можете смотреть на мир не своими глазами, а Божьими глазами. И все в вашей жизни изменится. Дженни, вскоре я попрошу вас нам спеть и своей песней послужить Богу. Но прежде я хочу поделиться с нашими зрителями одной историей. Когда Дженни оказалась в полном отчаянии, она криком вызвала к Богу. Она прокричала, «Боже, помоги мне!» Она буквально вопила. Я знаю, что многие из вас не знают истинного Бога. Возможно, вы что-то слышали о нем в детстве или благодаря своей иудейской, мусульманской или христианской вере, но никогда не ощущали его. Сейчас я хотел бы помолиться за вас сверхъестественной молитвой. Я попрошу вас повторять за мной эту молитву, когда я начну молиться за вас. Поверьте, Бог приготовил для вас все самое лучшее. Он поможет вам, так же, как помог Дженни, и одному иудею, который сейчас обращается к вам лично. Поэтому повторяйте за мной эту молитву. Дорогой Бог, я грешник. Я согрешил против одного тебя. Я очень сожалею об этом. Я верю, что кровь Иисуса смоет все мои грехи. Я очищусь. Я смело провозглашаю, что Иисус живет внутри меня. И Он мой Господь. Я закрепляю это печатью. Во имя Него. Спасибо тебе, мой Иисус. Аминь. Сейчас Дженни нам немного сыграет и послужит, а когда наша программа закончится, я попрошу вас зайти к нам на сайт. А сейчас давайте послушаем, как поет великолепная Дженни. Это 26-й Псалом. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Создать в себе самому Дабы создать в себе самому одного нового человека Один новый человек Один новый человек Один новый человек Один новый человек Многие зрители сообщают о чудесах исцелениях, произошедших в результате просмотра программы Я боялась сверхъестественного, пока не начала смотреть вашу программу и заниматься по вашему учебному пособию на DVD Сейчас мой страх исчез, и я верю в то, что Бог коснулся меня Если Бог коснулся вас через программу «Это сверхъестественно» напишите нам свое свидетельство по адресу, указанному на экране Смотрите в следующем выпуске В следующей моей программе вы познакомитесь с человеком, который творит просто невероятные чудеса Должен вам признаться, я хочу, чтобы и вы ощутили тот всплеск чудес, который будет на нашей следующей программе Вы ощутите самые настоящие чудеса Вы ощутите самые настоящие чудеса Должен следует...